Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Дмитрий Костин, автор блога Коскомп.ру И сегодня я вам хочу рассказать одну очень нашумевшую тему, а именно, как узнать, кто побывал на вашей странице. Многие видели подобную функцию в Одноклассниках, но, к сожалению, ВКонтакте встроенной функции нет. Но в этом ничего страшного и нет, потому что на помощь к нам придет специальное приложение, которое мы можем установить непосредственно ВКонтакте. Для этого заходим в меню игры и пишем в поиске «Мои гости». Как видим, нам выдалось несколько приложений, но самое популярное, здесь на данный момент 33 миллиона участников, самое популярное это первое приложение «Мои гости». Нажимаем на него, чтобы установить. Естественно, нужно дать ему разрешение, иначе он просто не будет функционировать. Поэтому соглашаемся со всем и запускаем приложение. Перед тем, как мы зайдем непосредственно в само приложение, нам высветится парочка рекламных объявлений. Но мы их можем просто закрыть, нас ни к чему не обязывают. Все, теперь мы вошли в само приложение «Мои гости», и мы можем смотреть, кто из людей заходил на нашу страницу. Единственное, есть один нюанс. Не все, кто здесь присутствует, реально заходили на вашу страницу. Те, кто реально заходил на вашу страницу, будут отражены датой под именем и фамилией. То есть, смотрите, видите, под этими аватарками нам предлагают добавить только в друзья. Здесь же нам никаких предложений нету. Здесь есть только время вхождения на нашу страницу. То есть, вот этот человек, Дмитрий Костиков, заходил на мою страницу 1 сентября в 16.24. А вот Елена Соболева не заходила на мою страницу, и сейчас я объясню, что она здесь вообще делает. Причем, что самое интересное, данное приложение показывает не только друзей, которые заходили на страницу, но и вообще людей в целом. Нажав на которых, вы можете просто перейти на их страницу ВКонтакте. Теперь об этих людях. Здесь есть такая графа, называемая «Продвижение». Если вы закажете услуги продвижения через это приложение, то вы сможете оказаться точно в таком же топе, но у других людей. Это приведет к тому, что часть из них захочет добавить в вас друзья, после чего вы станете как бы популярнее. Но я бы на вашем месте этой функцией пользоваться не стал, хоть она и недорогая. Кроме всего прочего, программа обладает интересной функцией «Невидимка», купив которую за определенное количество денег и голосов, вы сможете стать невидимым для всех остальных. То есть даже через это приложение вас никто не увидит, что вы были у него на странице. Как видите, стоит такая услуга недорого. На год можно купить доступ к невидимке за 245 рублей. И о вас не узнает ни одна душа. Ну и, конечно же, я не могу не рассказать о функции, которая позволяет видеть не только тем, кто заходил на вашу страницу, но и тех, кто заходил на страницы ваших друзей. Для этого нам нужно зайти в графу «Все о друзьях» и на списке из ваших друзей напротив них есть кнопки «Смотреть», «Гостей друга». Тогда мы увидим, кто заходил на страницу к вашим друзьям. Правда, не представляю, кому это может быть вообще нужно. В общем, как видите, ничего мудрого в этом приложении нет. В общем, как видите, ничего заумного в этом приложении нет, но зато оно может вам показать некоторые очень интересные функции. Понравилось видео? Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Ну а я вас жду на своем блоге. Пока-пока.